Девушки отдыхают И как она не поступает Наша тема сегодня — любовь никогда не перестает Этими словами Павел завершает описание любви В 1 Коринфянам, 13 главе 8 стихе, Павел пишет «Любовь никогда не перестает» «Переставать» — это перевод греческого слова «пипта» «Пипта» означает «переставать» или «упасть с высокого места» Я прочитаю из своей книги «Драгоценные истины» Послушайте, это слово означает «упасть с высокого места» В редких случаях оно описывало воина, павшего в сражении Часто слово употребляется в значении «валиться», «рушиться», «разочаровываться» Оно может относиться к человеку разочарованному Или человеку, который упал или не справился с чем-то Ни для кого не секрет Что люди часто подводят друг друга Я уверен, когда-то подводили и вас А если быть до конца честным, то наверняка и вы не оправдывали чьих-то надежд Но Божья любовь никогда не разочаровывает Никогда не подводит На нее всегда можно положиться Ей всегда можно доверять На настоящую Божью любовь Действующую в вас и во мне Всегда можно положиться Вы видите, что на Божью любовь в вас Всегда можно положиться Сегодня я с удовольствием прочитаю вам толкование этих всех слов Слушайте внимательно, потому что это очень сильные слова Любовь терпелива и пылко относится к другим У нее столько терпения, сколько только может понадобиться Любовь не требует внимания только к себе Наоборот Она сосредоточена на нужных других и готова дать им то, в чем они нуждаются Любовь не амбициозна Не сосредоточена на себе Не поглощена собой настолько, что ей некогда думать о желаниях и нужных других Любовь не говорит все время только о себе Постоянно преувеличивая и приукрашивая истину Чтобы выглядеть значимее в глазах других Любовь не гордится, не превозносится Не ведет себя высокомерно, надменно, заносчиво Любовь не груба и не неучтива Она не небрежна и не безрассудна Она не ведет себя с людьми таким образом, что ее можно было бы назвать нетактичной Любовь не манипулирует, не плетет интриг И не изобретает хитрые способы представить положение в выгодном для себя свете Любовь не начинает конфликт и не говорит слова такие острые и колкие, что они вызывают агрессивную реакцию Любовь не ведет учетную запись всех ошибок и несправедливых поступков Любовь не ликует, когда видит, что с кем-то поступили несправедливо Она ликует, торжествует и радуется истине Любовь защищает, оберегает, покрывает и сохраняет людей от разоблачения Любовь всеми силами верит в самое лучшее в каждой ситуации Любовь всегда надеется на лучшее в других и на лучшее для других И предвкушает осуществление этого Любовь никогда не оставляет, никогда не опускает руки и никогда не сдается Любовь никогда не разочаровывает и не подводит Это очень высокий стандарт Я с самого начала говорил, что такое невозможно без Божьей помощи Вам присуща такая любовь в браке? В отношениях с другими людьми вы поступаете с такой любовью? Вы можете любить людей такой любовью? Если они обидели вас Это Божье повеление И если вы его не исполните Вы не исполните его заповедь Здесь написано Любовь никогда не оставляет, никогда не отпускает руки и никогда не сдается Любовь никогда не разочаровывает и не подводит А вы? Вы ведете учет всем своим обидам? Храните их в своей памяти? Возможно, пришло время очистить свою память от мусора Настоящую любовь верит в лучшее и не помнит зла Если вы проявили слабость в этих вопросах То вместо того, чтобы оправдываться и говорить Я всего лишь обычный человек Мы все люди Эти слова написаны людям Людям, в которых живет Святой Дух И если вы не поступаете так, как здесь написано То вы совершаете грех Пришло время покаяться Ладно, я перестану называть это слабостью Назовите это грехом, потому что это грех Я перестану называть это своей проблемой Это больше, чем просто проблема Библия называет это грехом Если вы не исполните этого повеления, это грех Вы не изменитесь, пока не назовете это своим именем Скажите, Дух Святой, помоги мне Я признаю, что согрешил Я оправдывался Я оправдывал свое неправильное отношение Но сейчас я признаю, что был неправ Твоя любовь не проявляется во мне Вместо того, чтобы смотреть на других, я займусь собой Я прошу тебя, Святой Дух, измени меня Очисти мою душу от всей грязи Чтобы твоя любовь могла действовать через меня Это улучшит жизнь других людей И освободит вас из тюрьмы В которой вы так давно живете Дух Святой Поможет вам уже сегодня Если вы попросите Его об этом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»